Всем привет! С вами снова диско-данцер Ронин. Как вы уже знаете, а возможно еще не знаете, в этом году у нас появится новая игра. Время интригующей музыки. Как же она называется? Правильно! Эта игра называется Animpho Speed Payback. Время расплаты пришло. Если вы еще не видели трейлер, давайте посмотрим его вместе со мной. Держи меня близко к ним, и я буду обморачивать его. Субтитры сделал DimaTorzok! Дам it! Это был длинный 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 длинный. И его длинный. Есть много крупнейших. Что происходит в этом случае? Димаш! Это future. Мы ценим эти дороги, Тайлер. house always win если вам показалось что вы увидели сходство с фильмов форсаж это абсолютно неправда тут есть то чего нету форсажа например тачки взрывающиеся тачки погони за грузовиками мексиканский какой-то там наркобарон даже не знаю наверное тут не хватает только вина дизеля но возможно он где-то и появится потому что мы же видели только первый тизер а что будет дальше еще пока никому не известно как мне кажется название для этой игры было выбрано немного неправильно я думаю что там было бы более интересно если бы это называлось не for furious payback вот это было бы по-моему более оригинально и звучало бы лучше и были бы какие-то связующие между фильмом и игрой это трейлер больше похож на трейлер к фильму форсаж чем к игре нимфа спид где должны быть тачки гонки тёлки все больше ничего не надо тачки гонки тёлки тюнинг а тюнинг забыл не знаю куда я сейчас смотрит учитывая какие у них есть возможности опыт накоплены за столько времени они бы могли просто прислушаться к тому что хочет игрок они хреначить какую-то от себя тяну там типа вот это расплаты зачем она кому-то нужна никто не играет в эти дурацкие гонки ради расплаты все играют из-за тачек и из-за тюнинга ну по крайней мере я бы играл именно из-за этого сейчас мне кажется и а которая выпускает эти нефа спиды скатилась куда-то и вообще не понимает что хочет игрок и нефа спид который вышел 2015 году что-то близко около того напоминающие игры старые тот же самый underground most want carbon не такой был интересный underground 2 тоже какая-то шляпа получилось но вот именно первая часть в которой лично я играл бесконечно много вообще не понимаю что то можно было играть учитывая что кроме тюнинга там и этих трасс которые были одни и те же их нужно было проходить все по очереди проходишь гонку за гонкой что по моему открыть какую-то гонку нужно пройти еще несколько гонок вот она как-то все уравновешивала себя то есть там драка это вообще была крутая вещь когда кнопочку пережить нажимаешь на клавиатуре по одну трясу что-то и тачку какую-нибудь въезжаешь какой-нибудь сраный автобус на каких-нибудь высоких уровнях уже играешь когда там драк был длинный я помню тебя обгоняет это просто было феерически ты злился выходил из игры сколько я помню раз она меня бесила блин продолжал играть это была такая офигенная игра такой крутейший саундтрек эти песни которые до сих пор в голове играет как только ты начинаешь вспоминать про underground 1 потом как-то 2 он как-то так проходящий открытый мир вроде было интересно но они нет не так круто было это как в первой части потом что у нас вышел most wanted наверное одна из самых запоминающихся частей и не считая конечно первый underground это было круто я ее не помню сколько раз проходил наверно раза три на разных уровнях сложности можно было играть часами ничего не делая просто катаясь поэтому дебильному городу most wanted был конечно не идеальный блин это все игралось просто идеально не знаю даже почему может быть из-за музыки из атмосферы сюжет был конечно там высосан из пальца что там побить всех этих чуваков ну блин как-то было сделано реализовано хотелось играть чтобы вздрочить этого как он там райзер или не помню как его зовут этого главного злодея забрать свою тачку м3 но это было круто то есть это из-за этого стоило играть чтобы он натянуть наконец-то в конце игры какой-то подход к этому не знаю творческий что это сейчас что у нас нимфа спиде которые 2015 года да у нас остались эти видяшки которые на подобии most wanted сделаны где там эти люди все дела но там это было сделано как-то в таком ключе как будто это было нарисовано но все равно это выглядело конечно понятно всем было что это снято на камеру там все дела какой-то такой творческий фильтр можно сказать бог и это выглядело как будто это в игре сделано и выглядело это прикольно действительно сейчас что тюнинг у нас есть да у нас есть что у нас куча машин есть это тоже верно какие-то гонки есть но самый мне кажется большой минус этой игры это вот привязка к интернету most wanted это что было ты хочешь поиграть в интернете зайди поиграй господи кто тебе не запрещает постоянное подключение интернета это тоже мне кажется минус какой-то для игры не получается так поделать как мы играли в первых частях просто играя ради игры тут нужно какие-то не знаю рамки что ли то должен быть у тебя интернет чтобы ты поиграл ну что это за хрень я геймс что блин вы делаете с нимфоспидом когда-то это было крутейшая игра сейчас это вообще если честно швак мы дошли до того что теперь у нас новый нимфоспид это просто слизанная с форсажа история какие-то мексиканцы наркоторговцы господи чё за бред а вообще куда катится мир только вин дизель с его высины спасет эту серию если он там появится конечно игра получит гигантские рейтинги ну а так когда мы уже получим нормальную игру где будут тёлки тачки крутые тачки тюнинг все открытый мир никакого интернета никакого интернет есть точнее можно сделать интернет мультиплеер как это было давно хочешь играть мультиплеер иди играй никто тебя не останавливает а так навязывать это это по моему бессмысленно и ни к чему это не приводит к сожалению вспомните как было с xbox one когда он только выходил не помню как его зовут директор подразделение xbox или кто он там был знатоки меня поправить если что когда он начал рассказывать что нужно будет постоянная привязка к интернету то есть нужно будет зайти там раз два часа часто там залогиниться или что-то там подтвердить что ты играешь понимаю когда там интернет тебя в америке да там живешь безлимитный это конечно можно так делать все равно какая-то вот минус этого есть то что ты ему не можешь xbox взять куда-то там в деревню к себе где нет интернета просто поиграть в палатке грубо говоря поставить генератор и проиграть народ напугался столько и этим пугали пугали что когда он стартовал никто его не стал покупать этого директора вообще уволили ли он сам ушел уже не помню но по факту вот был у меня xbox когда только он вышел еще в россии их не было появился он только в америке заказываю себе его я его запустил это было стрёмно это было стрёмно ничего сложного нету до спору нет там создать этот профиль зайти в него ну и в принципе все единственное что был какой минус была какая-то там действительно фигня вот такая вот которая требовала чтобы ты заходил там раз в день что ли или два раза в день блин чтобы он там что-то синхронизировал но по факту как бы это все в общественности вылилось по-другому то что если у тебя не будет интернета ты не будешь играть все если сравнивать сейчас я тоже покупал xbox тот я уже продал прошел полностью там райдер как когда он еще только был эксклюзивом пух когда он только еще был эксклюзивом на xbox one сколько я там выходил в интернет даже не помню по моему единственное что нужно было сделать это только обновить игру ну еще по моему я недели две или полторы короче вообще в интернет не выходил он автономно сейчас сохранял то есть никакого интернета уже не требуется народ все равно помнит то что отложилось самом начале когда только его еще создавали то что нужно интернет и народ думает об этом то что действительно нужен интернет но интернет уже давно не нужен и тут с ним фаспидом то самое сейчас все хотят точнее кто хочет поиграть думаю что уже интернет и этого не боятся что ли или просто не хотят в подключении не человек просто не хочет играть через интернет если хочешь он со всеми играми мира поиграть иди играй закрыл а тут мне кажется ты установил как ведьмака все играешь вообще там не палите нужен там те интернет не нужен сколько ведьмака можно проходить месяцами неделями там на супер-пупер сложности там вообще даже не какие-то невероятные дни месяцы можно играть и тут то же самое что ты пришел домой сел все там сидишь тачку наворачивать погонял часа два-три все вышел не надо никакого там интернета не надо ничего привязывать там всякая хрень такая вот она вообще в принципе не нужна почему не оставлять все в том виде в котором она была когда-то изначально интернет это конечно хорошо и привязка к этому но мне кажется в данный момент она на хрен не усралась к сожалению что же мы имеем в новой игре payback не фаспид наверное ничего это то же самое что и было у нас уже раньше есть на что меняется на инвокации с чем ассоциируется стрит-рейсинг это тёлки тачки крутые ночные какие-нибудь покатушки все вот в таком духе что крутое короче последний раз это было вот не фаспиде 2015 года для я не опомнится то будет уже совсем поздно и мы потеряем не фаспид навсегда потому что выпускать одну игру нормально про тюнинг и про тачки не просто там про полицию и разборки гонщиков раз в 10 лет ну это вообще не серьезно и сколько там еще было 6 по моему или 7 давайте почитаем андер кава какой-то вот был першит рай волос а еще shift был ну shift мы не берем в об счет потому что он такой как бы как трассовый трековый как не знаю как назвать это для хардкорных гонщиков которые любят типа вот форса motorsport вот это это отдельная тема мы не будем там никогда тюнинга не было это чисто соревновательные гоночки а и мост вонто 2012 года ну получается 5 как пальцев на руке 5 игр за 10 лет и еще вот мост вонто 2015 порчится 6 игра получилась успешная то есть если даже так прикидывать создать какую-нибудь статистику посчитать умножить разложить 2025 году у нас появится нормальная игра я думаю все кто будут ждать до этого времени андеграунд наверное уже составится и или сделать свою свою новую игру быть без и а потому что ждать столько это невозможно дайте лучше людям которые моды всякие делают все исходники они сами запилят игру я думаю куча найдется фанатов которые просто не не за деньги соберутся буду тратить свое личное время чтобы сделать то что они хотят кто как не они знает что нужно людям которые в это играли я думаю они бы смогли это сделать просто идеально можно даже кстати идеальный по моему вариант нагрузить людей которые хотят в это играть сказать им а придумайте к нам идею а мы ее потом воплотим и все как делал сталкер первая часть да она конечно крутая игра просто круто я его долго ждал этот сталкер как шадов оф мордор шадов у мордор то первая часть такие были трейлеры на протяжении там скаке уже не помню 15 лет наверно их показывали то чернобыль там припять монстр куча всего просто невероятно круто такая игра должна была быть вот тот вот такая вышла что говно вышло вышло говно да да все меня сейчас могут сказать что ты ничего не понимаешь в играх я ее сам покупал на диске она была еще когда диски были у нас steam всякие это еще до россии было очень как-то далеко по моему мне кажется и особо она не пользуюсь способом я ее покупал на диске что я сделал первым делом правильно мне скачали патч на другой диск потому что на этом диске не было патча а тогда у тут где я живу не было у нас интернета ну может в россии был нормальный такой на материке тут был какой-то диалаб какой-то хрен по карточкам подки вот и он весил по 200 мегабайт или 500 то есть чтобы поиграть в игру уже нужен был патч хотя она только вышла только сейчас она точнее появилась и когда ты ее устанавливаешь если ты и устанавливаешь она сразу не работала причем вот тут сразу то есть поиграть если бы даже захотелось в нее не получилось но у меня была возможность мне сразу закачали патч все дела короче что я увидел когда начал играть действительно что-то было отдаленно напоминающие те кадры из бесконечных трейлеров там куча журналов фотографий но потом когда начало еще все тупить вылетать и просто начинала хреново работать я понимал что такое говно сделать можно было только кривыми руками потому что больше никак это не назвать и к сожалению когда я дошел уже до конца я понял что игра почти никак не не связана с теми трейлерами с теми видео бесконечные которые там пилили всяких журналах pc игры там игромания фотографии везде статьи там вы какие-то выкладывались там титаническую работу делали всякое такое титаническая работа не было проведено просто игру отдали потом открыли код или как-то называть как gta делает принципе моды всякие потом начинает пилить после того как разработчики какие-то там хреновины выкладывать я в этом никогда не разбирался но сам играл с моды тут тоже самое было про дело далее какие-то там исходники или что там и народ который ждал и здесь десятками лет или сколько там она выходила уже не помню долго там было это самый долгострой по моему российской игровой индустрии и что-то такое за моды взялись уже потом люди которые действительно и и видели ждали но получили совсем не то они начали запиливать обратно все локации которые повырезали переделать графику баги убирать потом что там еще квестов кучу по нас создавали то есть если сравнить ту игру которая выходила от разработчиков кроме того что они там сделали исходники как по мне больше там нечего было видеть а когда уже вы вышли там несколько сотен тысяч дополнений игра абсолютно стала другой то есть если какую-то там более-менее стабильную версию игры взять сейчас сравнить с первой это будет абсолютно две разные игры но потом уже разработчики взяли как мне кажется исходники от этих всех фанатов которые пилили эту несчастную тень чернобыля и уже сделали на этом чистое небо еще какой-то там был в другую то уже более-менее сносный получилось но я не стал даже играть если честно не хватило тени тени чернобыля потому что это было разочарование жуткое разочарование без и так сказать подводя итоги что же можно сказать о новом унифа спит пейб это будет ужасно это даже не надо говорить об этом это будет ужас те люди конечно которые не хотят нефа спит а просто гоночки погонять это будет еще наверное сносно как-то но вот именно те кто поклонник не фаспиды и те кто до сих пор скрещивает пальцы в надежде того что когда-то это случится когда-то игра нормальная появится мы будем конечно ждать очередную другую версию игры эту можно опустить как можно было это все замесить я даже даже не знаю совершенно сумасшедшая идея хотя может быть они видели какой невероятный успех преследует фильмы форсаж где были танки там субмарины какие-то а сейчас еще появились машины управляемые каким-то суперкомпьютером и что там поэтому я думаю что не воспит катится в тартаро рыб с невероятной скоростью точнее он может быть и не выходил уже давно оттуда единственным проблеском надежды был унифа спит 2015 года что будет дальше даже не знаю одежда у нас остается будем надеяться и верить можно поставить свечку еще за это и и конечно же лайк если мы не наберем всем пока пишите в комментариях что вы думаете насчет новый не фаспид расплата как звучит расплата по-моему это будет игра года с конца